Привет друзья, с вами Дог Браун и сегодня мы продолжаем говорить о Терри Онлайн, о классах в Терри Онлайн и я буду рассказывать о магии, ну или колдуне, то как привык собственно без разницы. Очень много было просто вопросов, потом в чем его особенности, где у него плюсы, какие сильные стороны, какие у него может быть там минусы С удовольствием расскажу об этом классе, почему? Потому что класс очень интересный, очень интересный Во-первых стоит сказать, что бытует такое неправильное мнение, что рулить абсолютно всеми классами в Терри очень легко и просто Ничего подобного, вот как раз таки рулить магом достаточно сложно Объясню почему Маг одевается в легкую броню, то есть это роба, то есть урон он вообще не выдерживает В отличии от мистика и приста, которые тоже в робу одеваются, да тоже легкий доспех, маг не умеет отхиливаться в отличии от них, у него нету отхиливающих умений И он не может призвать существо как мистик, чтобы моб переагрился с него на это существо, он не умеет этого делать В отличии от опять таки от мистика и приста, абсолютно все, ну или скажем так 95% всех умений мага это атакующие умения Да там у приста половина умений это отхил, подъем, бафы, там еще там что-то, у мистика призыв, отхил, бафы, воскрешение тоже, то есть и там парочка атакующих У мага нету, мага все атакующие С одной стороны это вау круто, а с другой стороны именно это и делает его сложным классом То есть вы должны постоянно находиться в движении, да, чтобы мобы к вам не подошли Либо же стараться атаковать таким образом, чтобы мобы просто сдохли раньше, чем подойдут к вам Интересно то, что у мага очень, скажем так, большой процент умений, которые помимо стандартного урона наносят еще какой-то, накладывают дебаф Там отравление, там ожоги, ну что-то вот такое вот То есть, к примеру, он может создать под ногами у противника такое отравляющее озеро Которое постоянно вот там по площади наносит урон, травит всех, кто там находится, сразу просто всех Что-то похожее он может сделать там с молниями, тоже такая площадь сверкающая, там молния, она все атакует, наносит урон электричеству Или, к примеру, скажем так, ледяная ловушка такая, которая замораживает абсолютно все, тоже постоянно наносит урон Ну, ко всему прочему, да, лед, то есть еще и замедляет противников То есть, вот такие скиллы, они очень классные, да, вот, очень, и дамаг хороший И еще и дебафы, там, замедление, да, там, к примеру, ледяная стрела, что-то, ну, что-то наподобие как-то вот оно замедляет и наносит урон Очень круто! Плюс еще маг может высасывать МП из противника, там, накладывать проклятие, которое тоже постоянный дамаг наносит Но все построено на том, что противник не должен подойти близко к магу Подошел, все, маг лежит Конечно, есть отскок, да, там, это умение доступно, там, сразу с 16 уровня Там получается, что маг, когда отскакивает, он, небольшой радиус, вот где он стоял, он замораживает То есть, если там мог подошел близко, или противник, кто-то к вам подошел Он замораживает и замедляет его тем самым, а сам отскакивает на небольшое расстояние Но это, на самом деле, это не спасет уже мага То есть, надо стараться делать так, чтобы противник не подходил Да, маг может бросить слип на противника и усыпить его на несколько секунд, может бросить оковы Но все равно, это все классные скиллы, это классные умения И вот именно комбинирование этих умений дает магу возможность выруливать в сложных ситуациях То есть, вот там, кинул слип, отошел подальше, там, юзнул банку и продолжаешь атаковать Да, это круто, но я веду к тому, что нужно понять принцип работы мага Как работают его скиллы и в какой, самое главное, вот, последовательности надо юзать эти скиллы Там на 40 уровне, например, у мага открывается щит, который поглощает, там, около 7000 урона Но за счет маны, то есть, мана расходуется Но в то же время есть умения, которые восстанавливают ману и, как я уже говорил раньше, да, высасывают ману из противника То есть, вот много таких полезных скиллов, много классных умений Но, опять-таки, повторюсь, что их нужно использовать в правильном порядке Почему мне лично не нравятся маги? Потому что 80% моих походов в данж, если в пати был маг, этот маг сдыхал же по 5 раз на первом же боссе В чате куча матов, да почему же вы меня не воскрешаете? Да что ж такое? И причем этот маг, вот его поднимаешь, он танчит опять, он лезет прямо вот под удары моба, босса Это вот вопрос, нахрена ты туда лезешь? Зачем? Ну ты же в робе, тебе же хватит одного удара, чтобы сдохнуть Нет, он, я буду танчить Это учитывая то, что, в принципе, у мага и есть нормальные, хорошие дальние атаки Которые он может взять, накладывать кучу разной дряни на босса, чтобы он поскорее сдох Но нет, большинство игроков за магов хотят танчить Причем находиться прямо вот в первом ряду среди копейщиков и берсов Ну что за бред, то есть вот многие этого не понимают Поэтому мне лично вот не нравится, когда в пати есть маг, это обычно плохо кончается Конечно, все зависит, ребята, от вашего стиля игры От того, к чему вы привыкли, как вы умеете, да, вот нажимать все эти кнопки Целиться, потому что помним все-таки, система no target Где-то вы что-то вот с расстоянием напутали, все, скилл не задел босса, не задел моба, не нанес урона Скилл потерян, потеряно время и, возможно, уже поздно чего-то делать, да, то есть, возможно, вас сольют Об этом нужно помнить Класс интересный, очень красиво все эти умения у него юзаются Очень красиво боевка выглядит, но нужно привыкать им грамотно пользоваться Грамотно обращаться с магом, грамотно использовать его умения А вообще, дамаг сильный, перс классный То есть, в принципе, рекомендую, но рекомендую для тех, у кого прямые руки и растут они не на уровне пояса, а как надо Таким людям я советую играть за мага Остальные проходите мимо Вот так вот, ребята Собственно, пожалуй, это все, что могу рассказать о маге Надеюсь, это видео было для вас полезным Если это так, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал И ждите, будет много чего интересного Будут стримы по Терре с закрытого бета-теста Так что не пропустите Удачи, друзья, и еще увидимся И не забудьте вступить в группу ВКонтакте Там масса всего интересного Играйте только в самые хорошие игры Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok